Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Аминь. Иисусе Христе, Сыне Божий. Так, я вам сейчас стих из Библии прочитаю. Сначала я его вам прочитаю по-славянски. И просто хочу спросить, может быть, вы его наверняка слышали? Мы его слышали на русском языке, а вот на славянском. Десницу твою тако скажи мне и окованное сердцем в мудрости. Вот догадаетесь сложности перевода? Вот иногда по-славянски прочитаешь, и в принципе, ну, что-то почти близко к тексту можно понять. Если даже не произнести, ну, понятно, о чем говорится. Вот здесь вы поняли, о чем? Вот есть очень такие сильные заступники к славянскому языку. Говорят, так, ну, он же почти как русский, все понятно. Вот стих из псалма. Десницу твою тако скажи мне и окованное сердцем в мудрости. Ну, десницу, в принципе, понятно. Десница – это правая рука. Та твою. Твою, понятно, это значит Бога, да? Дальше сердце, мудрости, окованное. Окованное тоже сложно, особенно вы, наверное, вообще не понимаете, что такое окованное, да? Ну, понятно. По крайней мере, я вот выписывала из параллельного перевода, то есть славянский и русский. Это замечательный, прекрасный стих, который перевели переводчики, а переводили Библию непростые люди, знающие языки, древние языки, сравнивали с другими переводами разных веков. Переводили буквально по одной строчке в день, может быть. Представляете, вот такая строчка. И нужно было ее понять смысл, сохранить смысл, не дословный перевод сделать. Вы же знаете, что значит дословный перевод, а что значит перевод на другой язык. Это порой совершенно две разные вещи. Потому что что означает это слово буквально, и что означает смысловую нагрузку нужно перенести, это две разные вещи. И этот стих на самом деле перевели так. Научи нас так, счисляй дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Давайте запишем этот стих. Сегодня дату пишите. Ну, какой у нас? Двадцатая, десятая, девятнадцатая. Стих Псалом восемьдесят девять и двенадцать. Пишешь? Двадцатая. Если кому долго писать, вы можете только вместо указать Псалом восемьдесят девять и двенадцать, а сам стих вы пишите дома из Псалтыри. Откройте Псалтырь. Псалом восемьдесят девятый, стих двенадцатый и выучить его. Давайте все вместе прочитаем его. Три-четыре. Научи нас так, счисляй дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Тарас, скажи, вот как ты понимаешь вот этот стих? Вот посмотри на него. Ну, ты его наверняка слышал. Ну, вот не бойся своими словами. О чем здесь сказал Псалмопевец в этом Псалме? То, что каждый день может быть последним. Так. Хорошо. Нестор, как считаешь, о чем этот стих? Тарас говорит, чтобы мы думали, что каждый наш день может быть последним. Ну, и дальше-то что? Дальше-то что? И правильно ты мыслишь? Кто дополнит место? Ну, посмотри, Настиска, посмотри. Что такое счислять? О, стоит следить. Следить. Ну, на какое слово похоже? Считать, да? Счислять значит считать. То есть так посчитать дни, вот Тарас говорит, как считать, как будто вот он вдруг может быть последний, да? И дальше, чтобы приобрести сердце мудрое из этого, да? Тарас, как бы ты сказала, кто вот как бы понимает? Поднимайте руки. Ну, как бы ты этот стих поняла? Ну, Тарас, вот правильно начин. Да. То, размышляя о дне смерти, можно приобрести мудрое через это. То есть, если мы будем понимать, что мы живем на этой земле не вечно, да? Что наши дни все имеют определенное число, и нам это нужно понять. И понимая то, что дни наши сочтены, дни наши имеют какой-то предел, человек через это приобретает сердце мудрое. Ведь очень часто люди уходят к Богу, к пониманию смысла вообще их жизни, смысла жизни на земле, смысла жизни человечества. Понимают, когда? Когда уже только находятся на смертном одре, да? Когда тяжело болеют, и понимают, что жизнь их вот-вот закончится. А зачем она была? А неужели я жил, чтобы сейчас меня закопали, чтобы меня там... Чтобы нет ничего от меня не осталось, да? Да неужели для этого нет? И они начинают тогда понимать, и порой это оказывается уже поздно. Человек не успевает осознать себе полноты, он не успевает... Нет, бывает такое, что успевают и покаяние принести, но, как правило, это очень-очень сложно. Я даже вот разговаривала со священниками, когда люди неверующую жизнь прожили и приходят к умирающему, к постели, чтобы вот священник его исповедал, причастил, если не кричу, но еще и крестят. Они говорят, там нет покаяния, священники, там нет рождения свыше. Человек ничего еще не успевает, тем более болезнь не дает светлого разума, чтобы все это понять, осознать до конца. Уже страдания, такое состояние уже разума не позволяет. Поэтому мудрость-то надо приобрести, пока ты жив и здоров, то есть начинать счислять не в последний день перед смертью, да, а понять, и если это понять молодому человеку, то он с молодостью уже будет мудрый и жизнь он проживет, будучи мудрым. Вот мы все знаем, когда мы родились, да? Каждый знает свою дату рождения? Каждый знает свою дату рождения, радуется этой дате рождения, ждет его, потому что подарки на день рождения, да? Забыла, Анюта тебя зовут? Анюта, подарки дарят на день рождения тебе? Любишь день рождения? Любят день рождения. Все дети любят день рождения. Но почему-то не любят день рождения уже взрослые, пожилые, старенькие. Очень часто говорят, не надо, не надо меня поздравлять, не хочу, не вспоминайте. Почему? Потому что они стареют. Они стареют, они понимают, что для них день рождения это не праздник. Это еще один год прошел. Они уже более мудрые становятся. Они понимают, что в дни рождения радости-то никакой нет. С каждым днем рождения ты приближаешься к той дате, которую тебе отмерил Господь. Понятно? И осознавание этого дает мудрость. А так ли я эту жизнь живу? А так ли я ее прожил? А что будет со мной, когда меня не будет? И ведь каждый человек не знает, когда этот день закончится. На, переписывайте. Вот смотрите, мы родились, мы знаем свой день рождения. И вот 365 дней в году. 10 лет это там 3600, правильно? Там 20 лет это там 7000, ну примерно дней. И, например, ну человеку там, не знаю сколько там, ну 30 тысяч дней, например, отведено. Ну примерно, кому-то 50 тысяч дней или сколько посчитать надо. И с каждым прожитым днем, а уж тем более с каждым прожитым годом, мы приближаемся к концу нашей жизни. И понимая, вот день прошел, и каждый день мы вечером, когда молимся на молитве, мы вспоминаем, а как мы этот день прожили. Мы обязательно благодарим Господа за этот день. А потом каждый у себя спросите, а как я прожил этот день? Как христианин? А кому я сделал добро? А о ком я позаботился? Ведь сделать добро, это не значит взять деньги из кошелька, достать и бедному подать. А о ком я побеспокоился? За кого я помолился? О самочувствии, кого я спросил? А кому я позвонил? А какой совет дал? А что-то поинтересовался. Можно даже не выходя из дома делать добрые дела. И так ли я этот день прожил? Ведь этот день не вернешь. Счислять дни, что считать эти дни, смотреть на эти дни не вернешь. И завтра будет новый день. И новый я отчет пред Богом и пред собственной совестью должен дать. Пред самим собой. А как я его прожил? И так каждый день. И вы понимаете, что вот там отведено 50 тысяч дней прожить. И вот сегодня уже, я день прожил, уже осталось 49 тысяч 999 дней. Завтра 49 тысяч 998 дней. И каждый день нас приближает ко вью, когда жизнь наша земная здесь закончится. В этом нет ничего страшного. Дмитрий говорит, детям нельзя говорить, что мы умрем, что жизнь на земле временная. Ну а как детям не говорить? Дети что, глупые, не знают? Вот ты знаешь, что мы на земле живем определенное, что человек рождается, умирает. Ты знаешь? Да. Знаешь. Откуда ты знаешь? Ты сказала. Я сказала. Ну вот, видишь, ты спокойно, даже с улыбкой. Ты понимаешь, что мы живем... Но некоторые же говорят своим детям, особенно маленьким, нельзя про смерть говорить. Нельзя, иначе ребенку плохо будет, это психологически ему вообще, вот он плакать будет и так далее. Правильно, когда ребенку все время говорят, что он будет жить всегда, что смерти нет, что мама всегда будет живая, что бабушка всегда будет живая, не надо про смерть говорить, а то ему будет плохо, этому ребенку. И когда ребенок этот сталкивается с этой смертью, а рано или поздно он столкнется, потому что смерть вокруг нас. Посмотрите, умирают наши бабушки-старицы, умирают мама у наших ребятишек, совсем молодая женщина, сорокалетняя. Умирает наших членов нашей общины. Сыр в 16 лет погибает, и мы едем на похороны. Мы рано или поздно все равно столкнемся, и если ребенку все время врать, говорить, что нет, 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 никто не умирает, вот тогда, когда он сталкивается с этой смертью, конечно, он тогда не понимает, как ему говорили, не умирают, а тут вот она смерть, вот его в гроб закапывают, и вот начинается беда с этим ребенком, он переживает, и вот тогда действительно настоящая психологическая травма, как говорят, нанесена уже ребенку. Его обманывали, а тут он увидел, что это был обман, что на самом деле не надо ручку портить. Вы сюда ее не приносили, а ты ее изрисовал. Зачем? Посмотри, сколько можно было написать, если ты не чиркал вот это вот. Это же стержень, он же тратится. Поэтому, чтобы быть мудрым и чтобы в обморок не падать, когда кто-то умер рядом, а правильно к этому относиться, не значит равнодушным быть к смерти другого, а понимать, что это может быть, и быть готовым к этому. А я готов к смерти, если вдруг случится, ведь все ездите на машинах, все ездите на транспорте, на автобусах, переходите дорогу. Вчера ролик случайно прям выскочил, как автобус сбивает ребенка с отцом, представляете? И прям это все регистратор заснял, и как отлетел он и насмерть сразу. То есть мы все рискуем своей жизнью, и в любой момент кто-то может погибнуть. Поэтому, если я вот вдруг сегодня не доживу до вечера, а я готова предстать перед Господом, а что я скажу Господу, как я свою жизнь прожила? И понимая это, каждый из вас будет жить как христианин. Понимаете, зачем нужно исчислять? Как христианин. И Господь даст долголетие. И будете жить долго, счастливо, но вы будете готовы к этому, вы будете правильно понимать, что нужно дни свои исчислять, и понимать, что с каждым днем мы становимся старше, не молодеем. С возрастом этот каждый день будет приближать нас уже к старости, мы стареть будем, и так далее, и так далее. И рано или поздно мы все предстанем перед Господом. Понятно? И это осознавание даст нам возможность быть готовыми, и, значит, быть мудрыми. Правильно? Мудрыми. Мудрое сердце, чтобы у нас было. Вот этот стих мы на следующий раз должны выучить. Давайте сейчас, кто скажет стих, который я задавала в прошлый раз? Кто помнит? Давай, Полиночка. Давай, что надо про свои святые. А, подожди, какой стих выучить наизусть? Ты не будешь? Ну, давай, Местор, не подряды, прошу. Так. Салом 36, 5. Предай Господу путь его, и уповай на него, и он совершит. Еще кто выучил? Давай, Полиночка. Салом 36, 5 стих. Предай Господу путь его, и уповай на него, и он совершит. Так. Остальные выучили? Давайте хором повторим, и просим нам доклад еще, например, было. Давайте. Предай Господу путь твой, и уповай на него, и он совершит. Салом 36, 5. Так. И вот продолжением этой темы, приобретения сердца мудрого, скажите мне, кто считается самым мудрым человеком, который жил на земле? Салом. Еще кто, как сказать, нет? Саломон. Саломон. И вот про Саломона, сына царя Давида, про которого мы четыре занятия разбирали жизни, этого замечательного человека, второго царя израильского Давида, его сын, третий царь, которого звали Саломон. Саломон родился в 1111 году до нашей эры, правил с 1965 по 1028 год. Он был в 928 году, пока не умер. И он должен был получить власть после смерти царя Давида, как его наследник. Но его старший брат, Адония, воспользовався слабостью власть царя Давида, попытался устроить власть. Заговор, да, он хотел устроить заговор. Ты не сказала от начала, вот он родился, кто его родители? Давид и Версавия, любимая жена. Да, царь Давид и Версавия. А мы помним, что тогда в Ветхом Завете было разрешено многоженство, у Давида уже были жены. Помните, и вот пророк-то осудил, у тебя сколько овечек, а ты взял овечку, да, у соседа своего, единственную. А у него-то были уже жены, значит, были дети более старшие, чем Саломон. Вот Саломон родился от Версавии, когда у Давида уже было много детей. Да. И вот Адония захотела захватить власть. Да, захотела захватить власть. Но верные Давиду люди усилили так, что Давид передал власть Саломону при свидетельстве пересвященника. А Адонию хотели схватить, но он забежал в святилище и ухватился за роги жертвенника. А жертвенник это было святое, святое, на котором приносили жертвы Богу. И считалось, кто... А что такое рога жертвенника? Ну, жертвенник это из камней, такой как бы полмост, на котором зажигали огонь и производили всесожжение. И по бокам были такие выступы из камней. Назывались рога жертвенника. Когда прибежала Адония, он понимал, что он же хотел власть захватить, узурпировать при живом царе, который старый, уже умирал, уже может там с постели не вставал. Власть уже он не держал так сильно, как при жизни своей. И что он? Хотел сказать так, все, быстренько я сейчас стану царем. Он был один из старших. Он подговорил первосвященника, военно-начальника главного, который был в этой стране. И хотел себя уже провозгласить, чтобы первосвященник его уже помазал на царство и так далее. Но тут понял, что жареным запахло. Побежал он, схватился за жертвенник. А если за жертвенник ты взялся, тебя убить нельзя. Нельзя. Это святое место. Тут уже его тронуть нельзя. Так каждый может подойти. Каждый не подойдет, нет. Ну, не каждый может добежать успеть. Но этот успел, добежал. И что он? И его помиловали, но временно. Временно помиловали. Он потом оступился, и в итоге он был убит Соломоном уже потом, когда Соломон был царем. Убит он, убиты его братья. Сбежал этот военно-начальник. И там, в общем, всех заговорщиков, участников заговоров, впоследствии казнили. Давай, говори. Ну, слушай. После смерти Давида Соломон, будучи царем, правил. И однажды во сне он услышал голос Божий. И Господь спросил его, что он хочет приобрести. И Соломон попросил мудрости, поскольку он был юн и слаб сердцем. И тогда Господь сказал, что ты мог попросить власть, богатство. Здоровье, например, да, мог бы попросить. Но ты попросил мудрости, и поэтому я дам тебе мудрость и все остальное тоже. И в период, пока правил Соломон, израильское царство достигло своего расцвета, несмотря на то, что войн не велось совсем. Соломон считается автором книги Экклесиаста, песни-песней Соломона, книги-притчи Соломона, книги-премудрости Соломона и некоторых псалмов. Да. Многие книги из Библии, вот Экклесиаста, притчи Соломона, песнь-песней, вот это считается, что это написаны рукой Соломона. Очень мудрый, почитайте, вот Экклесиаст, мудрые изречения. Просто на цитаты можно разбирать каждую строчку. Это все принадлежит мудрости этого царя. То есть вот мудрость – это его второе имя, можно сказать. Почему? Потому что он именно этого попросил у Бога. Ведь он мог попросить. Я хочу, чтобы царство мое цвело и процветало, и враги не нападали. Я хочу быть великолепным воином, либо владеть великолепной армией. Вот он мог так подумать, чтобы государство свое сохранить. Ведь он проявил любовь к своему государству. Он мог попросить и красоты, и здоровья, еще чего-то там, денег, богатства. Но он попросил мудрости. И он наладил в царстве все дела. Он привел к примирению вечный конфликт между Египтом и Израилем, взяв жен и дочь фараона. Он отстроил тот самый храм, который хотел отстроить его отец. А Давид, он заготовил, закупил все материалы. Да, Давид подготовил все. То есть там материалы по тем временам, это вот, знаете, сейчас как миллиарды стоили. Там каждое дерево драгоценное, там драгоценных пород, он это все привез. Камни нужные, серебро и золото – это было все накоплено. Не истрачено при жизни еще царя Давида. Но мы помним, что Давиду не суждено было построить храм, потому что он вел много войн. Его руки, ну как бы образно, да, были в крови. И Бог сказал, что ты не будешь строить, будет строить твой сын. То есть твой преемник после тебя. И этот храм так и назывался. Храм Соломона. Храм Соломона. Несмотря на то, что там при строительстве используясь обтесанные камни, звуков почти не было на месте строительства. Да, потому что это строился храм. Дом Божий. Это самый первый храм. Ведь не было до сих пор храма Богу. Это была идея Давида. Он перенес ковчег, и для ковчега он хотел построить храм. По типу того ветхозаветнего храма построены все наши храмы полностью. Также принцип соблюдения вот этого разделения, как храм делился на святая святых, святилище, притвор, так и у нас храмы. Ну, поэтому, конечно, не вот прям буквально так же, но по этому же принципу созданы, когда у нас есть алтарь отделенный, да, от всех остальных, и не имеет права простой мирянин, который пришел в храм заходить в алтарь. Так у них там было все вот это четкое разделение, кто куда, когда может заходить и с какой целью. Так, еще какие заслуги у царя Соломона? Он поддерживал дружественные связи с окружающими его государствами и проложил торговые пути. О его мудрости услышала царица Савская и приехала с дарами. И породившись его мудрости сказала, что и в десятой части о нем не рассказали, несмотря на то, что я слышала много. Понимаешь, слушаешь, какой был мудрый царь, что другая царица, преодолев длительное расстояние, а ведь тогда даже там, вот что такое сейчас 200 километров, да, сели два часа по трассе, на машине, все, на самолете перелетели моментально. Вот батюшка у нас сейчас будет ехать на поезде с Москвы три с лишним дня, на самолете там три, три с половиной, сколько-то там часов, как вот, смотря куда ветер дует, да, три часа. А если раньше люди добирались из Тибири до Москвы, там, или в Питер, да, в столицу ехали, на конях, на лошадях, до пурга, до метель, до бездорожица приходилось пережидать, где-то на станциях ночевать, люди могли добираться по несколько месяцев, то, что сейчас на самолете три часа, поэтому расстояние, которое сейчас кажется ничего сложного, да, можно за день там весь земной шар облететь и до Америки добраться в совершенно противоположную сторону земного шара, то сейчас, то тогда это было, любое расстояние, это было длинное и утомительное и тяжелое, не было вокзалов, не было там бортпроводниц и вагоновожатых, то есть добирались все либо пешком, либо на валах, да, на каком-то там гужевом транспорте, на жаре, без кондиционеров и так далее, но она решилась на этот длительный путь, чтобы не по рассказам тех, кто приезжали, может, купцы какие-то, да, там, или дипломаты, а лично посмотреть, что за мудрый царь такой появился в Израиле, и она была удивлена, и как Фроси нам пересказала, сказала, и десятая часть, и не рассказывали, какой он мудрый, она с ним пообщалась, поподарила ему подарки и уехала, так. Да, и из-за того, что у Соломона было множество жен, так, то есть не одна египетская, да, они со временем стали его склонять, чтобы он им снисхождение дал, чтобы они могли поклоняться своим богам. А жен было, ну, так написано, по крайней мере, порядка нескольких сотен жен, он, может, их не всех и видел, но женился. И многие жены у него были чужестранки. Опять же, чтобы дипломатические отношения, да, наладить, вот, чтобы с Египтом войны не было, он там жену взял, да, из другой, может быть, страны, чью-то там дочку, принцессу какую-нибудь, королевишну. И вот он их брал в свои жены, они жили здесь, на территории. Кстати сказать, кроме храма он еще построил дворец царский, великолепный дворец, который строился гораздо дольше, чем строился храм. На этот дворец было потрачено очень много денег. Надо отдать должное, ну, вернее, сказать по правде, что Соломон был мудрый, но он был, ну, считается, такой в плане трат денег вот этих многочисленных жен и вот этих построек с роскошью, он был такой, ну, транжиром, можно сказать, да, то есть он не отличался аскетизмом, деньги тратил, стройки, жены, которых нужно было содержать и потратил столько денег, что страна к концу его управления просто начала, ну, народ просто выйдет от тех налогов, от тех поборов, от этих строительств, от того, что вот он живет великолепно, а народ нищал на фоне всего этого, да, и начались даже уже заговоры. Но Господь, так как Он обещал Давиду, что не будет никаких расприй и войн, пока, ну, Он обещал Давиду, что при твоем сыне не будет никаких войн, будет спокойствие, все войны закончились при Давиде. И Господь держал это обещание, потому что это Слово Божие. И пока был жив Соломон, не было никаких восстаний, войн и нападений со стороны жаждущих напасть там и сирийцев, а и сирийцев и так далее, и так далее. Все это началось после правления Соломона. Давай закончим в следующий раз, потому что говорить еще много, как произошло там разделение государства и так далее. Все, вот этот стихочек там уже запели. Пойдемте. Хотя бы поклон, благодарение всегда. Давайте поблагодарим Господа. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сподобил нас здесь собраться, позаниматься. Помоги Господи приобрести и нам всем сердце мудрое, и чтобы все, что мы здесь изучаем, пошло на пользу. Тебе за все, Господи, слава, хвала, чести, поклонения Отецам и Дух Святой. Аминь. Ну, пойдемте. Давай я положу, ты потом заберешь после службы, хорошо? Хорошо? Спасибо. Тебе. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует...